За свет и за печаль Участник четвертого сезона шоу «Голос» Эмиль Кадыров сейчас трудится в студии над диском, который будет полностью состоять из песен его великого земляка и легенды Муслима Магомаева. Как только яркий бакинец появился в шоу «Голос» и спел зажигательную песню «Джипси Кингс», почти все члены жюри отметили его бархатный баритон и обаяние. Но молодой артист часто говорит, что с его темпром в 21 веке на широкую эстраду пробиться не так-то просто. Баритону в 21 веке очень тяжело, потому что это, к сожалению или к счастью, голос больше 20 века. Поэтому баритон на эстраде я имею в виду. В опере, да, в опере это все классика, это все замечательно, хорошо. Я пытаюсь эти вещи петь, песни из репертуара Муслима Магомаева, петь как классику. То есть, как я пою арии, как я пою романсы, Глинки, Чайковского, Рахманинова и так далее. Я их воспринимаю как вот такой отдельный пласт, отдельный музыкальный пласт музыки 20 века, эстрадной музыки 20 века. Я закончу сейчас работу над этим диском, над этим альбомом, а эту музыку я всегда буду любить, всегда буду петь на концертах. Многие, конечно же, проводят параллели между молодым артистом и Магомаевым, но Эмиль считает, что любой баритон должен исполнять музыку Магомаева. К тому же Эмиль доказал, что может петь не только романсы и классику, но и кантри. Кстати, после «Голоса» творческая жизнь не заканчивается. Проект – это просто определенный этап, который принес Эмилю популярность. Сейчас он проводит долгие часы с музыкантами за репетициями к своему большому сольному концерту, который состоится в Москве в начале апреля. Пока музыканты и Эмиль сыгрываются, но уже чувствуется, что работает команда профессионалов, которые занимаются любимым делом. Ребята за короткий срок успели подружиться. Очень интересный сам по себе, он как человек и гитарист, и певец, поэтому одно удовольствие получаешь от любого концерта. И хочется делать какие-то аранжировки красивые, для того, чтобы все это звучало так интересно. И думаю, у Эмилии очень большое будущее. И, конечно, хочется быть причастным к этому, потому что здорово, здорово. И действительно, голос шикарный. Не побоюсь сказать, что вполне возможно, что это лучший Магомай. Он очень молодой, ему, по-моему, если не ошибаюсь, 21 год, но уже очень голос такой окрепший. В общем, после голоса все только начинается. У Эмилии впереди много планов, но на первом месте учеба в Гнесинке. Кстати, в марте Эмиль полетит на родину в Баку, где, по его признанию, не было уже целых полтора года. Анна Немалякина и Борис Гришин, информационный портал Москва-Баку. Субтитры создавал DimaTorzok